Приветствую всех на канале лучшей киберспортивной платформы Биг Плей. Ответьте на один вопрос. Что вы знаете о жесточайших противостояниях? Ну давайте по-честному, у каждого же бывали такие моменты, когда вы открыто соперничали с другими игроками. Ну так вот, коллективы Virtus.pro и Natus Vincere возвели это противостояние на абсолютно новый уровень. И в рамках первой недели PUBG Mobile Super League сразились друг с другом в TDM матче за дополнительный призовой фонд турнира в размере 500 долларов. И это было просто невероятное зрелище. Прямо сейчас подписывайся на канал, ставь лайк, чтобы не пропустить важный и интересный контент по твоей любимой игре. И конечно же, не откладывай свой личный путь на киберспортивный олимп. Начинай не просто играть и тренироваться, но еще и зарабатывать вместе с Биг Плей и абсолютно бесплатными турнирами с солидным призовым фондом. Мы ждем тебя. А теперь погнали посмотрим на этих мастодонтов. Итак, представители СНГ продолжают свою борьбу в рамках PMSL 2024. Конкуренция крайне высокая и, к великому сожалению, в первые дни абсолютно не в пользу коллектива Natus Vincere. Ребята пытаются найти свою игру, но сейчас находятся в крайне шаткой ситуации. Virtus.pro же наоборот, все плотнее и плотнее закрепляются в верхней части таблицы лидеров. Но самое интересное в другом. Организаторы PMSL, как вы все знаете, решили добавить в структуру турнира шоу-матчи в рамках TDM, где коллективы поочередно выбирают себе противника в формате 4х4 и отыгрывают классическую карту склад на 500 долларов. Ну и вот, на четвертый день первой игровой недели выбрать противника предоставили возможность коллективу Virtus.pro. И они, недолго думая, в качестве оппонента для себя выбрали коллектив Natus Vincere, что стало на самом деле довольно рискованным шагом, так как тут явно намечалась борьба не за 500 долларов. Нет, разумеется, они были довольно приятным стимулом, но ключевая борьба была за моральную составляющую команд. Победа Virtus.pro над такими титулованными противниками помогла бы получить еще больше уверенности в своих силах и продолжать карабкаться дальше, выгрызая себе путь к первым строчкам PMSL. Ровно то же самое стояло на кону и у Na'Vi. Всего лишь одна победа над противником из верхней части тимлиста могла бы помочь вернуть привычный плейстайл и позволить камбэкнуть. Почему именно Na'Vi, а не любой другой коллектив из списка, спросите вы? Ну а ставим каждого из вас поразмыслить над этим вопросом. Конечно же, пока вместе с вами смотрим эту потрясающую TDM зарубу с озвучкой Феникса и Колд Стара. Садись поудобнее, ведь будет очень жарко. Ну что, друзья, начинаем смотреть на TDM челленджам противостояния Virtus.pro и Natus Vincere. Первый вопрос. Насколько будет быстрый матч, да? Как Team Spirit катали? Или все-таки как первый игровой день, где было все больше... Хорош, еще и первый килл Акзер делает на карте. Фурия уравнивается здесь, но второй килл уже пролетел в пользу команды Natus Vincere. Панчер забирает его по малому, еще в Фурия стреляет дальше. Бьет по коллективу Na'Vi. Опять с фланга заход, заход, Фурия кладет Акзера. Четыре килла уже, будет сумма Na'Vi, кстати. Быстро. Врывается вперед. Малой против Панчера. Перед малой или перед Фурией. Три игрока выскочило, он не знал, в кого стрелять. Вот, да. Ой, тут легко. Фланг продавил. Начал собирать выпавшие вещички, но... Пробили. Активно, очень активно идут ребята. Малой внахлёст с коркой. Продавили Панчера и Психа. И сравняли Медведя, ситуация на карте 6-6. Да, и Na'Vi продолжают. Здесь очень неплохо поддушивать. Вурия стреляет вдвоем вместе с Милки, чем забирает Акзера. Еще один фраг есть в копилочку. Седьмой по счету для Virtus.Pro. Довольно стремительно все это происходит. У нас очень активная игра. Нет никакого пассивного стояния. Постоянно душка происходит. АКМ в руках в Гонза. Фурия. Тоже с АКМом тут как тут. Убор. Позиция от Психоатака по Фурии. Будет разменный и Фурия Горор забирает Психо в данной ситуации. Но в Na'Vi все еще имеет преимущество. 11-10. Уже нет. Братишка. Уже 11-11-11. Пошли вперед нами. Акзер. Центр дал. Лево не получилось против Луки В. Выстоять. Ну ничего страшного. Третий матч, который начинается очень равно. Но по-моему темп здесь самый быстрый из всего, что мы смотрели. 14-12. По 2-3 сразу кельца рубят. Команды только-только. Да, один был уже 14. Прочти получается всю пачку Virtus.Pro положили. Прижали немножечко на базе. Да, 500 долларов бьются команды. И пока преимущественно на стороне Virtus.Pro. Но все может очень быстро поменяться. 2 кила делают прекрасных по Virtus.Pro. Команда Natus Wincer здесь не смогла додавить до конца. Но 15-14 уже счет. Да, 15-15. В итоге еще один фраг есть по Гонзо. Теперь уже и Virtus.Pro снова наконец. Снова выходит вперед по поинтам. Не удалось Na'Vi. Хотя хорошая атака была. И потенциал прекрасный. Показали, но тут милки-вэй. Как он сносит Гонза. В этой позиции ловит его здесь. Акзер сейчас может наломать дробь. Очень неплохо. Корочка минус. Это Фурия. Фурия был. Корочка тоже рядом. Акзера забирают вдвоем. Кладут его на лопатки. 19-16. Счет в пользу ВП. Акзера только вдвоем. Конечно, по одному его не взять. Там уже выскочил на базу аж корка. И Панчер остановил эту машину в локе-вэй. И продолжает на фланге действовать. Неспешно. Корка минус Гонза. Ну, что ли? Ну, Корка вообще там анстопала какой-то. Хотя нет. Фурия 9 киллов. Корка в Фурия. Да. И Панчер. И Панчер. И Панчер индивидуально очень сильный, конечно. Десяточка киллов уже у Панчера. Есть. Да что творит. Еще и псих. Подключается. Тут выносят. Игроков Virtus.Pro. Вроде в какой-то момент, казалось бы, ВВП уже сильно вышли вперед. В 4 килла вроде преимущество было. Нави сравнялись. 22-22. Дальше идет опять атака. Снова душит Акцер. Малого хочет цепануть. Не получилось. Спине. Спина горела. У Акцера его забирают. Еще один игрок команды Нави падает. 25-24. Счет уже сравнялись. Вновь игроки Virtus.Pro. И Гонзыч здесь ждет момента истины. Может быть, в бочину выйти в команде Virtus.Pro и наломать здесь дров. Как-то рыбками идут команды. И вот теперь уже. Не заметил. Не заметил. Да и нами. Веска на 3. Это если бы впереди. Очень неожиданно. 26-28 будет для серии. Ну, весь. Вот Virtus.Pro будет. Плюс 2. Сразу же. За 5 секунд. Букально. Плюс 3. 28-28. Ну, Чайцик успел улизнуть. Но Мелкий Вэй на своем фланге отрабатывает опять на десяточку. Патчер 12. Патчер, по-моему, рекорд готов поставить. Битву на складе. Не могут. Не могут с ними здесь справляться. По двое, конечно. Ну, здесь твой Патчер. Ты посмотри, какой прыжок кручен из Калаша дает. Фурия против Патчера. Здесь по фрагам идут. Они оба очень много накеляли. Прекрасный результат показывает. Сейчас гибнет Акзер. Забирает, правда, корку сразу в размен. 31-30. Чет в пульс команды Natus Winzer. И 32-30. Natus Winzer продолжает набирать активный поинт. И у Virtus.Pro серьезные проблемы намечаются. Да. Хороший матч. Очень интересно, кто победит. Малой. Скусует Гонза. Серия килов от Малова. Минус 2. Хороший матчер тоже берет Акзер. Бомб падает. Нет. Выживает Акзер на 100 никому. Малой тоже ушел, наверное, на подхил. И 33-34. Да. Самое жгучее противостояние всех, что мы видели. Team Spirit шли ровно с соперниками из GG. Но в конце прям резко включились и победили. Тут, по-моему, до конца гейминг будет. И как будто бы один килл может решить исход битвы. Если, конечно, сейчас вся команда, какая не будет, сложно сказать, какая не ляжет. Гонзыча очень хорошо катает здесь парни из Na'Vi. И псих его пробивает Фурия. Важный килл очень был сделан. 36-35 счет становится. 4 минуты времени еще достаточно по таймингу. Нужно осторожничать. Здесь нельзя бежать сломя голову. Но как бы тут Фурия тоже не нашел, не открылся по панчеру. Пока 37-35 счет. Опять Virtus.pro находит килл. И вот панчер очень хочет Фурия забрать. Это битва титанов здесь. Панчер против Фурии. Но панчер переключает сразу на мелкивай. И очень хочет килл эти найти. Бегистая прямая у нас. Мелкивай получает 36-37. Панчер у Virtus.pro. Панчер. Панчер. Был шанс снести корыча. Но он его не реализовал. А как, грибеты. У меня грибочки здесь сейчас. 12 секунд later. Патронов мало остается у Гонзо. Идет огонь на подавление по Гонзо. Че, и Фурию забирает Гонзо важнейший килл. Прямо сейчас делается 38-й. Ставят Virtus.pro. Всего 2 килла. Нужно для того, чтобы забрать. И Гонзо падает 39-39. Тоже сберут последнего игрока. Прямо сейчас решится победа Virtus.pro или Na'Vi. Один килл отделяет команду от победы. 2000 лет позже. Дело случая. Так или иначе, один килл в ТДМ. Ну, слишком маленькая разница. Сложно оценить, какая команда сильнее по одному киллу в ТДМ. Потому что все равно. Все равно это немножко другое... Бля. А, и Миллитая ошибка. Панчер. Отрывает. Отрывает кабину сопернику. Что можно сказать? Крайне динамичное и интересное получилось противостояние. Что в последнее время все чаще встречается в рамках ТДМ матчей. Na'Vi делают первый и последний килл матча. Но язык не повернется сказать, что это была игра в одну калитку. Коллективы играли абсолютно равно. И до последнего боролись за победу. Что же можно сказать по итогу? Будем надеяться, что для Natus Vincere эти 500 долларов и столь значимая победа дадут сил и морали идти дальше и не теряться на картах. Ну а Virtus.pro огромное спасибо за наикрасивейший матч и удачи в покорении PMSL. Вы были на канале Бигплей. Спасибо огромное за просмотр. Свои домыслы о причинах выбора Virtus.pro пишите в комментариях. Ждем всех на бесплатных турнирах от Бигплей. И до скорых встреч.